Ветераны в президиуме, молодые сотрудники полиции с одной стороны зала, школьники с другой. Встречаться в таком составе предложил председатель общественной организации Хостинского отдела внутренних дел Пётр Лещенко. Рассказы из первых хост помогут и тем, кто только начал службу в полиции, и тем, кто задумывается о будущей профессии. Они спрашивают, а что нужно для работы органов внутренних дел. У меня недавно проходило такое занятие. Я им объяснил, что нужно делать. Нужно больше писать. Почему? Потому что для этого нужно документировать состав преступления. А раз вы можете описать это всё, то есть изложение написать, значит вы можете документировать это. Это говорит о том, что первоначальный сбор следственных доказательных действий позволяет в последующем раскрыть преступление по горячим следам. Ветераны МВД отвечали честно. Знать хорошо надо все предметы. И если решили идти работать в полицию, нужно уже сейчас начать готовиться. Учиться в первую очередь уважать людей. В этом и есть успех будущей профессии. А ещё на высоком уровне должна быть физическая подготовка. 13-летняя Асим Полуботка впервые видит столько майоров, полковников и даже генералов. Их рассказы впечатляют и свой выбор ученик 53-й школы уже сделал. Здесь на встрече только убедился в своём правильном решении. Я после хочу вот сейчас закончить 9 класс, потом пойти в ПТУ учиться на автомеханика. Потом после автомеханика, ну будет 18 лет, пойду в армию. И после армии уже буду учиться на милиционерах. Я хочу быть достойным человеком для России, для своей, для семьи. А семь не случайно оговорился. Ведь те, кто сегодня рассказывал школьникам о своей службе, работали в 70-80-х годах именно милиционерами. И за двухчасовую встречу ребята услышали много интересного о милицейских буднях. Того, что не увидишь даже в крутых боевиках. Это фильм, мне не верится в фильм. Когда человек, который пережил это всё, рассказывает эти эмоции. Просто я в шоке. Показали ребятам и пример милицейской династии. На встречу была приглашена вдова Вячеслава Мефодина, сотрудника ГАИ. Их дети Елена и Сергей пошли по стопам отца, тоже работают в УВД. Просковья Ивановна, когда бывает на Мацесте, всегда посещает музей полиции, где под стеклом хранятся служебный китель и награды мужа. Я их очень долго сохраняла, всё же таки с 98-го года. Для меня, конечно, это очень болезненный вопрос, ну что сделать. Уже не вернуть ничего. Так что я испытываю гордость в том, что он работал в милиции, никого не подводил. Музей и был создан для будущего поколения, чтобы на примере настоящих служителей закона воспитывать молодое поколение. А преподаватель истории Наталья Распутина решила ко дню милиции пригласить ветеранов МВД в том же составе уже на встречу со всей школой.